Начнем смазку оверлока с верхней части. На верхней панели оверлока есть два отверстия. Одно находится рядом с винтом регулировки давления лапки и второе отверстие чуть дальше. Нам потребуется по одной капле в каждое отверстие. Далее откроем боковую крышку и крышку отсека петлителей. Нам потребуется смазать все эти механизмы. Прежде всего, разумеется, мы все хорошенько чистим щеточкой от пыли. Также можем удалить игольную пластину. Ее можно протереть сухой чистой тряпочкой. Под игольной пластиной тоже скапливается много пыли. Начнем смазку с петлителей. Руководствуемся тем же правилом. Если нет инструкции, то смазываем все детали, механизмы, узлы, которые движутся. Итак, детали верхнего и нижнего петлителя нам достаточно по одной капле на каждый узел. И нам остается смазать детали за боковой крышкой. Как правило, у узлов, которые необходимо смазывать, есть маленькие отверстия. Именно в них нам необходимо капнуть немного масла. Ну и для того, чтобы увидеть, какие механизмы движутся и смазать их, вы можете просто покрутить маховое колесо. Снова крутим, смотрим на детали и смазываем. В самых труднодоступных местах, конечно, удобно пользоваться маслом в виде спрея, особенно если у него есть насадка. Находим отверстия и капаем в них, либо на поверхность движущихся механизмов, узлов. На этом смазка оверлока завершена. Устанавливаем игольную пластину, закручиваем винты и протираем сухой чистой тряпочкой оверлок. Но если вы все сделали правильно и использовали не слишком много масла, то машинка должна остаться чистой, без каких-либо пятен. Также мы можем смазать дополнительно игловодитель, но поскольку мы капнули на отверстие сверху, то в целом это масло должно пройти по всему механизму. Далее включаем машинку и в холостую прошиваем без ниток и без иголок, для того чтобы масло прошло по всем деталям. После этого можем проверить, насколько чисто и качественно мы смазали машинку, и прошить без ниток чистую ткань. Что делать, если на ткани все же остаются масляные пятна? Вы можете открыть панель и удалить излишки масла, либо прошить без ниток поверх ткани до тех пор, пока на ткани не будут оставаться масляные пятна.